В 1831 году, обвенчавшись с Натальей Николаевной Гончаровой, Александр Сергеевич Пушкин уезжает вместе с молодой женой в Царское село, и живут они на даче Китаевой. Что поразительно, в медовый месяц, в то время как за этот месяц написано было такое стихотворение, как «Мадонна, чистейший прелесть и чистейший образец», он пишет мощное гражданское стихотворение, наполненное любовью к Отечеству и болью за Отечество. «Клеветникам России» «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте!» Это спор славян между собою. Домашний старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный роз? Славянские ручьи сольются в русском море? Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно пленяет вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы? За то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир? Вы грозны на словах? Попробуйте на деле. Или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Или русского царя уже бессильно слово? Или нам с Европой спорить ново? Или русский от побед отвык? Или мало нас? Или от Перми до Тавриды? От финских хладных скал до пламенной Колхиды? От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, Стальной щетиною сверкая, Не встанет русская земля? Так высылайте ж к нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов. Сегодня, если жил бы Пушкин, он блогером вполне мог стать. Стихи любовные подружкам и эпиграммы посвящать. И в Инстаграме, без сомнения, хэштеги бы не забывал. Я помню чудное мгновение, пишу стихи, вас повстречал. Там ленья, грусть, твой голос, нежность и гений чистой красоты. На комментарии прилежно всем отвечал и был на «ты». В Фейсбуке, может быть, по-свойски он с Кюхлей группу бы создал, Лицея, с другом Малиновским, где Дельвик тоже бы писал. Забрел бы в Яндекс.Дзен случайно, вполне возможно, в Телеграм, В Ютюб и Твиттер популярны, ВКонтакте бы писал друзьям. А в чудником живом журнале наш Пушкин не попал бы в топ. Звездулик жаловал едва ли медийных всяческих особ. Скандалы, сплетни, попы, тушки — все это вряд ли про него. Сказали мы бы, ай да Пушкин, не продается мастерство. Я помню чудное мгновение, Передо мной твои стихи, Как мимолетное видение Прошли минуты те мои. О, Пушкин, все твои творения, Твоя душа, твои труды, И проза, и стихотворения, Они прекрасны и мудры. Читая их, я попадаю В огромный мир, придуманный тобой. Читая вновь, вдруг понимаю, Я твой посыл, И мне порой приходят смутные видения, В них сердце пылкое твое Терзают страшные сомнения. Ты ищешь правду, а вранье, вранье враги, Они мешают тебе прелестное найти. Они слепые, они не знают, Что если волю обрести, Набраться силы и вдохновения, Терпения, храбрости, любви, И если ждать в мекозарении, Не мешать ему прийти, Оно придет, и ты найдешь все то, Что долго так искал, И силу духа обретешь, Узнаешь то, что ты не знал. Так сделал ты, о, славный Пушкин, И целый мир тебя признал. В моих видениях страх твой, Пушкин, Тебя порой одолевал, Но ты силен, и понимая, Что миру нужно помогать, Собрался, рук не покладая, Ты, славный Пушкин, стал писать. Не важно, сколько лет ты прожил, Не важно то, как ты ушел, Ты нашел, веру приумножил, И память вечную обрел. День из тренировок с вами, Терпение в будущем, Настоящий мир, Все невероятное, что пройдет, Что пройдет, то уже будет. День из тренировок с вами, Терпение в будущем, День из тренировок с вами, Терпение в будущем, Покружаемся! Александр Сергеевич Пушкин, Грусталка Над озером в глухих дубровах Спасался некогда монах Всегда в занятиях суровых В посте, в молитве и в трудах Уже лопаткой вселенной Себе могилу старец рыл И лишь о смерти вожделенной Святых угодников молил Однажды летом у порогу Понившей хижиной своей А на хорет молился Богу Тубравы делались чернили Фуман над озером дымился И красный месяц в облаках Тихонько по небу катился На воды стал видеть монаха Глядит невольно в страховом Не может сам себя понять И видит закипели волны И были смелее вдруг И вдруг, легка как день ночная Велопокранистей окном Выходит женщина ногая И молча села убит Она манит его рукой Кивает быстро головой И вдруг под тучей звездою И под соной скрылся Всю ночь не спал старик угрюмой И молился целый день Перед собой с небольной дурной Все видел, чего не делал Дубравы вновь одессе тьмой Пошла по облакам луна И снова дева над водой Сидит в лесной бедах Пошла по облакам луна И летит, кивает головой Целует истрищися И каравец плещется волною Хохочет и плачет как дитя За тот монах нежно стонет Монах, монах, камень Камень, камень И вдруг в волнах прозвешно тонет И все на глубокое тишине На третий день Отчаянник страстный Без-за чего в нынешний Сидел и девушка прекрасный Оттень сложил Цвет мой год Заря прогнала тьму ночную Монаха не нашли нигде И только бороду седую Мальчишки видели в воде Монаха не нашли нигде И только бороду седую Монаха не нашли нигде И только бороду седую Про монаха Ну, как Александр Сергеевич написал Так и показали Молодцы Спасибо большое Спасибо большое Спасибо большое Субтитры сделал DimaTorzok